Понедельник, 24 декабря, объявлен в Пермском крае днём траура по погибшим в шахте Уралкалия. Сегодня Владимир Путин выслушал доклады главы региона и главы МЧС и проучил оказать помощь родственникам, а также разобраться в причинах трагедии. Из-за задымления, напомню, в руднике Соликамск-3, которое произошло накануне, погибли 9 человек. Тела восьмерых уже обнаружили. За ходом поисковой операции и расследованием следит Кирилл Солодков. Кирилл, здравствуйте. Удалось ли обнаружить тело 9-го погибшего? Есть ли предположения о причинах трагедии? Да, Екатерина, здравствуйте. Буквально в эти минуты горноспасатели заканчивают обследование шахты. И вопреки информации, которая появлялась ранее, тело 9-го, последнего 9-го погибшего, было обнаружено буквально совсем недавно, примерно полчаса назад. И уже после окончания работ горноспасателей им осталось потушить небольшой очаг возгорания площадью примерно 3 квадратных метра. В забой будут спускаться следователи и криминалисты, которые будут изучать место трагедии, также изымать место трагедии, улики и образцы материалов. После этого, ближе к вечеру, как ожидается, начнется процедура по доставке тел, подъему тел погибших уже сюда, наверх. И после этого начнется процедура опознания. Не исключено также, что из-за трагедии, из-за того, что пожар был очень сильный, температура была очень высокая, потребуется генетическая экспертиза. Это родственники погибших строителей, часть из которых приехали в Соликамск из Башкирии и Краснодарского края, уже направляются в Пермский край. Ну а родные и близкие местных работников, местных рабочих из Прикамья уже находятся здесь. С ними работают психологи. Губернатор Пермского края Максим Решетников уже заявил, что семьи пострадавших получат по 1 миллиону рублей. Еще по 2 миллиона выделит компания-подрядчий, которая проводила строительные работы на третьем рудоуправлении. Сейчас на проходную предприятие горожане несут цветы, зажигают свечи. Практически в каждой семье кто-то так или иначе связан с предприятием Уралкалии, город Шахтерский. Поэтому это горе действительно разделил весь город. Давайте послушаем, что говорят люди. Очень страшная трагедия в Соликамск, город Шахтеров. И там уже с каждой семьей случится. Поэтому как бы мы не останемся равнодушными, конечно. Мы решили приехать в выходной и поскопить со семьями погибших. Это наши горожане. Очень жалко, конечно, людей. Семьи остались. С соболезненным очень всем. Трагедия. Большое несчастье случилось, произошло. Я считаю своим долгом почтить память погибших. При таких обстоятельствах. Что касается причин возгорания, то их еще предстоит установить. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей». По информации ТАСС, Ростехнадзор не проводил проверку на этой строящейся шахте. Шахте поэтому неизвестно, как там соблюдалась техника безопасности. Пока у специалистов есть две предварительные версии. Либо горел теплоизоляционный материал, так называемая мастика, которая используется при прокладке подобных шахт. Либо древесная опалубка, которая там также находилась. Напомню, поисковая операция на Соликамском руднике длилась более суток. Шесть раз горноспасатели пытались попасть в шахту на горизонт. Минус 362 метра к заблокированным рабочим. Но высокая температура и сильное задымление не позволяли этого сделать. Справиться с основным огнем удалось только к шести утра по московскому времени. Почти сразу же после этого были найдены и первые восемь погибших. Екатерина. Кирилл Солодков следит за ходом поисковой операции на шахте в Соликамске, где погибли девять человек.